Приветствую вас Христовым Воскресеньем! Христос воскрес! 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 Господи, Боже наш, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты воскресил мертвых. И Слово Твое передает нам волю Отца Твоего Небесного, что мы также воскреснем в Своем порядке, когда ангел Твой или архангел говорил, вострубит, мертвый, воскреснет, а мы, остававшихся в живых, изменимся. Это сладостная надежда, это трепетное ожидание, и мы сердечно благодарим Тебя за эту уверенность, которую Ты послал в сердца наши. Благослови нас в этот вечер, поклониться Тебе, прославить Тебя сердечно за Твою великую любовь и милость к нам, за эти драгоценные обетования. Благослови наши сердца, быть внимательными к слышанию Слова Твоего, а также приготовь нас, Господи, чтобы и прославить Тебя, вознести эту вечернюю жертву хвалы, плод уст наших прославляющих имя Твое. Да будет имя Твое прославлено в этот вечер достойно, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благословиаш. Благослови на Свето. Благослови наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови наш, Отец, Сын и Святой, Благослови на Свето. ПЕСНЯ 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 очень многое изменилось. То, что было до Христа и после Христа, это как день и ночь, или, вернее, ночь и день. Христос, когда еще на кресте, сказал, совершилось, это Он исполнил закон до последней иоты, до последней точечки, и завеса в храме разорвалась. Это значит, у нас, любому человеку, открыт свободный вход святое святых на небо, в Царствие Небесное, и мы – дети Божьи. Христос прибил наши грехи к кресту, к древу. Он воскрес, а грехи остались, так и прибиты всех нас. Прочитаем Колоссянам, 2 глава, 13 стих и ниже. Колоссянам 2, 13. Апостол Павел пишет. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простил нам все грехи, истребив учением, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его из среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. В другом переводе здесь он уничтожил перечень всех обвинений, которые существовали против нас. И также еще другой есть перевод, несколько переводов современных. Там написано, он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздил его к кресту. И тут не надо сомневаться абсолютно. Наши все грехи прибиты к кресту, к древу. Христос воскрес, и вместе с ним мы воскресли. Мы свободны от этих грехов, которые нас тянули туда, в смерть, в ад. Это великое дело. Апостол Павел продолжает эту мысль к римлянам, 8 глава, 30 стих. О нас, пишет он, римлянам, 8, 30. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Бог, значит, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Он оправдывает. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога. Он и ходатайствует за нас. Вот это совершил Христос. И Он, как первосвященник, Он там, на небесах, ходатайствует за нас. Мне очень понравилось стихотворение Александра Григорьевна. Он рассказывал о том, что ангел приготовился трубить. Всё уже, должны суды Божии начаться. Но Христос, Он умолил Отца. Обождём, может быть, ещё кто-то покается. Дай ещё время, как о том дереве. Окопай его, может быть, ещё принесёт плода. И Христос вот это сделал. Никто не может нас обвинять. Никто. Хотя есть те, кто обвиняют. Там же, к Римлянам, в 8 главе, 38 стих, апостол Павел пишет, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем». Здесь подразумевается о том, что злые ангелы пытаются, вот этот вот список наших грехов, эти ангелы пытаются нас отлучить от Бога, чтобы оправдания мы не получили, обвинить нас. Это они делают. Но Христос воскрес, и остались эти грехи прибиты, и Он свободу дал нам. Новый Завет, как я уже говорил, это Христос Завет, отличается от Ветхого. И здесь, знаете, интересно произошло. Например, «не убивай» превратилось, чтобы не гневайся. В Ветхом Завете как было? Христос, 5 глава, Матфея, 5 глава, сказал в 21 стихе. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду? Это так было до Христа. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рак, а подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит Гиене Огненной». Смотрите, планка как поднялась. Если раньше там кто убьет, тот виноват, а сейчас это приравнивается, кто гневается просто. Вот гневаемся мы на кого? Это уже то же самое, что мы убили. Как бы нам лучше Христос нас оправдал, но, с другой стороны, Он и требования повысил. Или, например, не прелюбодействуй. Вы слышали, это 27 стих, 5 глава Матвея. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам,» – Христос говорит, «что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Он уже запрещает вот этих похотливые мысли, блудливые взгляды. Это уже приравнивается при любое деяние. Планка как поднята. Вроде бы нам свобода дана, делай, пожалуйста, никто не запрещает благодать. Но, но есть но. Планка выше. Или вот он говорит в 38 стихе. «Вы слышали, что сказано око за зуб, око за око, зуб за зуб? А я говорю вам, не прятився злому, но кто ударит тебе в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Опять-таки, требования намного выше. Раньше было, может быть, и легче жить по закону в этом плане. Там, если даже убил, можно в город-убежище. За тобой побежали, не догнали, убежал в город-убежище. Я сказал, я нечаянно убил, и как бы ничего. А здесь, здесь другое. Христос закончил свою Нагорную проповедь, или, как бы, может быть, не до конца закончил. Сказал такие слова, 48 стих. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Своими силами совершенства этого не достичь, только благодаря Христу. Но вот такое вот требование к нам повышенное. Вы знаете, есть земной мир. Все мы отлично понимаем. Есть духовный мир. Это совершенно разные уровни. И христиане, верующие после Иисуса Христа, Церковь Божия, имеет намного выше статус. И он ценится там в духовном мире. Духовный мир. Там где-то престол, там херувимы, там 24 старца, там тьма тьмущие ангелов. Там какие-то совещания приходят, вот когда Иов, например. Там о Иове был разговор. Нам это недоступно. Но там решаются вот эти все судьбы. И христиане именно там, в духовном мире, очень высокий статус имеют. В отличие от того, что было до Христа. Вот, например, Иисус Навин, 5 глава, 13 стих. Это было до Христа. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул. И вот стоит перед ним человек. И в руке его обнаженный меч. Иисус, кстати, очень смелый человек. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелек наших? Тогда война же была. Он сказал, нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Иисус пал лицом своим на землю. Он пред ангелом, оказывается, был. И поклонился. Он пал лицом своим на землю. И поклонился. И сказал ему, что Господин скажет рабу своему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Реакция ангела Божия и человека верующего. И даже это кто? Это последователь Моисея Иисус Навин, великий человек. И то он пал пред ним, склонился, а тот еще сказал и обувь с ними. Даниил, прочитаем, 8 глава, 17 стих. И он, ангел, значит, подошел к тому месту, где я стоял, это пишет Даниил. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне, ангел, разговаривает уже с лежащим Даниилом. Дальше читаем, 18 стих. И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое. Даниил, тоже читаем, 10 глава, Даниил видел такое видение, 7 стих. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, Даниил, значит, смотрел на это великое видение. Но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И я услышал, и услышал я глаз слов его, и как только услышал глаз слов его, в оцепенении пал на лицо мое и лежал лицом на земле. Страшный страх перед ангелами, они лежат лицом на земле, и все. Охранники гроба, когда пришел ангел отвалить камень, кстати, некоторые думают, что даже в песне поется, и ангел сошел, чтобы Христа освободить. Ничего он не освободил, просто открыл камень, чтобы люди видели, там никого нет. Христос и без ангела оттуда воскрес. Эти охранники пали, они просто в оцепенении, как мертвые стали. Но смотрите, с христианами совершенно не так. Хотя они тоже боялись Бога. Вот когда преображение было, и они услышали голос Божий, ученики очень испугались. Пред Богом, да, они поклонялись, пред ангелами нет. Иоанн, когда увидел Христа, то он упал, как мертвый. Об этом вот братья читали уже. Но это был Христос. Пред ангелами не преклонялись. Откровение, 19 глава, 10 стих. Я, Иоанн, пал к ногам его, ангелу, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого. В другом переводе так даже. Не делай этого, я такой же слуга, как и ты и братья твои, имеющие свидетельство Иисуса. Поклоняйся Богу. И также в Откровении, 22 глава, 8 стих, Иоанн пишет. Я, Иоанн, видел и слышал сию. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сию, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Смотрите, христиане совершенно уже отличаются от тех евреев Ветхого Завета. Уже ангелам они не поклоняются. И ангел ему не говорит, сними там еще и оба у снов твоих. А наоборот, нет, нет, мне не поклоняйся. Ты такой же, как и я, ангел говорит. Христиане, дети Божьи, приравнены к ангелам. Вот это все мы такие. И с нас в то же время не надо забывать и более высокий спрос. Уже не то, что не убей, не гневайся, не то, что не прелюбодействуй, блудливого взгляду не должно быть. Планка выше. Мы дети Божьи. И Христос говорит, будьте святы, потому что Отец Небесный свят. Вот с такими словами просто я хочу коротко так вот напомнить наше звание, наш уровень, наш статус Церкви Божией. Церковь – это тело Христа. Это вообще. Даже трудно нам на земле представить, но там, в том небесном мире, в том духовном мире, Церковь – это очень великая. И мы такие есть. Поэтому мы должны ценить это и хранить себя не осквернёнными от мира, а быть святыми и к этому стремиться и стремиться. Вот Христос воскрес, и мы... Поэтому мы и есть здесь. Давайте помолимся Ему и воздадим Ему славу и хвалу. Песня доставы ко Небе, Её живые слуги Смужали на них в лес, И мы с вами вместе с нами И суток смеет. Ах, и золотые Нескопу нет, О, осталось, Прадая в белом свете. Нашего спасенья Завод в белом свете. Слава, Аллилуйя, Хвалов, Христос. Продвесом Прагомана Он вышел, победил, И в главные прихраны Христос просто кручил. Будь твоей воскресенья Без преснял, Без любого Далее, И в главных прихран. Ах, и золотые Нескопу нет, О, осталось, Прадая в белом свете. Слава, Аллилуйя, Хвалов, Христос. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, По великой своей милости Возродивший нас Воскресеньем Иисуса Христа Из мертвых купований живом. К наследству нетленному, Чистому, неувядаемому, Хранящемуся на небесах для вас. Ах, и золотые Вескопу нет, О, осталось, Прадая в белом свете. Ах, и золотые Хорошок не ждут, Слава, Аллилуйя, Слава, Христос. Слава, Христос. Слава, Христос. Слава, Христос. Слава, Христос. Слава Христос. Слава, Христос. Нашу церковь поздравляю С Иисуса Воскресенья. Счастья, Радости желаю В этот ранний час lessenia. Дорогая церковь наша, Камень на скале спасти unre Радуйся, сегодня праздник Иисуса воскресенья. В это утро встал я рано. В церковь с мамой я пришел, потому что праздник в церкви и мне тоже хорошо. Пастор всех спешит поздравить. Братья песни спеть хотят. Все ликуют и сияют, и мне тоже хорошо. Чтобы стало всем понятно, для чего собрались здесь, так давайте вместе скажем, Иисус Христос воскрес. В день Христового воскресенья мы хотим сказать всем-всем, людям дал Господь спасение, победил Он грех со всем. Только ты Ему доверил и рассказал, и поверил. Для царя и Бога вся святая кровь скорее дверь. За тебя страдал Спаситель, кровь святую проливал. Он теперь твой Искупитель, Он тебя к себе призвал. Примешь ты или откажешь, выбор только за тобой. Боль, греха и сердце, чажесть и прощение, покой. Славь его ты в этот праздник, улыбайся и светись, благодарен будь и кайся, а не в суете кружись. Куличи, посыпки, яйца и пустая бегатья, Бог не этого желает, праздник Пасхи от тебя. В день Христового Воскресения ты задумайся о том, получил ли ты спасение, чтоб жить в небе за Христом. Рано утром на рассвете, в час года зашла заря, празднуем мы в нашей церкви воскресенье царя. Я к вам присоединяюсь и стишок свой расскажу. Я очень постараюсь, чтоб понравилось ему. Ты мой любящий Отец, ты воскрес, да, ты воскрес. Пусть не тет за весь блага с нашей церкви до небес. Весенний день, как песня, нас радует до слез. В такой же день чудесный воскрес для нас Христос. Воскрес Христос навеки, в сердцах теперь живет. Любовь ее горячая, он плавит в сердце лед. Пусть каждый в мире знали, Христос наш лучший друг. Он сердце открывает, он ко спасению путь. Кругом царица чешенна спал, город крепким сном. Ученики, не зная сна, скорбели об одном. И не забыть прошедшие дни, трех с половиной лет. Учитель был их всех родней, теперь его уже нет. Теперь его уже нет. Вот третий день. В окробе он, с над всем мечтам конец. И только слышен чашки стол, томящийся сердец. Но наступлением утра несет Мария. Друзья печалятся, вызря учитель наш воскрес. Христос явился им живой. Учешились они до радости. Дал сердце им мир святой до радости. На все дни. Аминь. Пыл один в истории рассвет. Он записан в Библии. Прочтите. И сказал им ангел, его нет. Он воскрес. Пойдите, посмотрите. Поднимало солнце над землей. Я в небе быстро отступала. Он воскрес, он с нами дорогой. Развышать, где она нам дала. Он воскрес, евангельский рассказ. Не забыть, там утром воскресенья. И сказал им ангел, его нет. Он воскрес и всем принес спасенье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он воскрес, евангельский рассказ. Не забыть нам утром воскресенья, И сказал им ангел Евангелец, Он воскрес и всем принес спасенье. Помнился в ангелский рассказ, Не забыть нам утром воскресенья, И сказал им ангел Евангелец, Он воскрес и всем принес спасенье. Субтитры создавал DimaTorzok 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 За тебя и меня За тебя и меня Субтитры создавал DimaTorzok Еще тогда во Всевышнем плане Он видел землю наперед Чтоб как Христос Воскрес из мертвых Воскресенье Достойно он принять всю славу Величие, крепостью и честью Ведь служим мы такому Богу, Чтобы грядет И вечно есть Субтитры создавал DimaTorzok 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 Music Обещал Обещал Боль забрал Свой покой Все сэдал За людей Камп пролил И весь мир Он искупил Он воскрес Ангелы поют, Он воскрес Все славу воздают, Он воскрес Судьбу знает вся земля Он путь открыл для всех небеса Он воскрес Ангелы поют, Он воскрес Все славу воздают, Он воскрес Судьбу знает вся земля Он путь открыл для всех небеса Наш Иисус воскрес Над уснувшей во мраке землею Утро в радужном свете встает И живительной, чистой волною Весь победный мир унесет Пробуждайтесь, усталые люди Ныне день благодатный настал Выходите и радостно будем Прославлять Иисуса Христа Средь мертвых его не ищите Та пещера пустая в саду В лучезарном сиянии учитель Возвещает, я скоро приду Все цветет, живет, благоухает Корни трав ломают тротуар Почки на деревьях набухают Над полями вьется легкий пар Весничий цвет вещают птицы Весне в ручье поет вода И опять мне вспомнилась гробница Что пустое осталось навсегда Вспомнился отваленный мне камень Ангел с пламенным лицом И слова воскрес он, что веками Были связи с любящим отцом Он воскрес, Христос живет сегодня Смерть Христом навек побежденю Сила воскресения Господня Верующим всем навек дана Час, когда вокруг сомнений Страх вокруг в отме земля Есть единственное спасение Мерю я, Мерю я И в этом слове на пополение Свет приносишь только ты Есть надежда на спасение Верим мы, верим мы Верим мы, что Бог Отец наш Верим мы, Господа Христа Верим мы, Святого Духа Нам жизнь вечная дана Верим мы, Христа распяли Верим мы, что Он воскрес Верим мы, настанет время Наш Господь придет с небес Верим мы Пусть будет больше наша вера В час сомнений и тревог Ты несешь надежду с неба Верим мы, верим мы Верим мы, что Бог Отец наш Верим Господа Христа Верим мы, Святого Духа Нам жизнь вечная дана Верим мы, Христа распяли Верим мы, что Он воскрес Верим мы, настанет время Верим мы, Святого Духа Субтитры создавал DimaTorzok 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 And He's coming back again, we believe Гордых людей поругания, яд из порочных сердец Жаждой томился без вины, мира грехи он понес Сумрак и холод могильный, все испытал наш Христос Слезы струились ручами, плакали жены вдали Тело обвив перед нами, гроб на покой унесли Что же он сделал плохого, словно разбойник казнен? Нам говори Боже слово в древних пророках о нем Был наказуем, унижен, немощи наши понес По повелению свыше жизнь приобрел нам Христос Ради людей он оставил вечную славу небес Нас от проклятия избавил, принявший муки и крест Рано воскреснее утро, только блеснула заря Вес пролетел повсюду о воскресении Христа Наш Иисус победитель, славу Ему воздадим Он наш Творец и Спаситель, Бога Небесного Сын Аминь Сейчас прозвучит 28 глава Матфея А затем Аня Чикачкова сыграет Евангелие Матфея, 28 глава По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели Пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб И вот, сделалось великое землетрясение Ибо ангел Господень, сошедший с небес Приступив, отвалил камень от двери гроба И сидел на нем Вид его был, как молния И одежда его бела, как снег Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет И стали, как мертвые Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого Его не здесь, Он воскрес, как сказал Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых И притворяет вас в Галилее Там Его увидите Вот я сказал вам И вышедши поспешно из гроба Они со страхом и радостью великою Побежали возвестить ученикам Его Когда же они шли возвестить ученикам Его И все Иисус встретил их и сказал Радуйтесь И они, приступивши, ухватились за ноги Его И поклонились Ему Тогда говорит им Иисус Не бойтесь, пойдите возвестите братьям Моим Чтобы шли в Галилею И там они увидят меня Когда же они шли, то некоторые из стражей, вошедшие в город Объявили первосвященникам о всем бывшем И сии, собравшись со старейшинами и сделавши совещание Довольно денег дали воинам И сказали Скажите, что ученики Его, пришедшие ночью, украли Его, когда мы спали И если слух об этом дойдет до правителя Мы убедим его и вас от неприятностей избавим Они, взявши деньги, поступили, как научены были И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня Одиннадцать же учеников пошли в Галилею На гору, куда повелел им Иисус И, увидевши Его, поклонились Ему А иные усомнились И, приблизившись, Иисус сказал им Дана Мне всякая власть на небе и на земле Итак, идите, научите все народы Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа Уча их соблюдать все, что я повелел вам И сей я с вами во все дни до скончания века Аминь 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Иисуса Христа и помазать его тело. Вот они берут эти ароматы, идут к гробу, приходят к нему и видят, что камень отвавлен. Гроб пустой. И там на камне только лежат пелены, в которые Христос был обвит перед тем, как его положили в гроб. Интересный вопрос возникает, у меня возник. Для чего пришли туда эти женщины? Они, как я уже сказал, для того, чтобы помазать тело Иисуса Христа благовониями. Тело какое? Неживое, мертвое. Правильно? То есть в этот момент можно сделать однозначный вывод, что никто не верил в воскресение Иисуса Христа. Никто. Ни один человек. Никто этого даже не ожидал. Посмотрите, женщины приходят к гробу, и они в удивлении. Что произошло? Почему камень отвален? Где Иисус Христос? Вообще, надо сказать, что не надо так вот думать, что никто не верил вообще в воскресение. Я думаю, что в то время, не думаю, а уверен, многие верили в воскресение мертвых вообще. Помните, да? Даже фарисеи, которых мы так очень часто ругаем, и такие вот, и обзываем часто друг друга, вот фарисей. Но тем не менее фарисеи верили в воскресение мертвых, потому что у них было твердое и хорошее основание для этого. В Писании, в Старом, даже в Завете, описаны случаи воскресения мертвых. Например, Илия воскрешает сына вдовы из Сарепты в Сидонской. Или сами ученики также верили в воскресение мертвых. Помните историю, когда Лазарь умер? Иисус Христос приходит, идет к гробу Лазаря и встречает там Марфу. И он говорит, утешает Марфу и говорит, Лазарь воскреснет. И она не отрицает этого. Она не говорит, что нет, это невозможно, я в это не верю. Нет, она говорит, да воскреснет в последний день. То есть, она верит в воскресение мертвых. Но Иисус Христос там убеждает ее, что важно верить в Него. Он есть начальник жизни, и Он есть тот самый, кто воскрешает мертвых. И Он доказывает это тем, что потом подходит к гробу Лазаря и воскрешает Лазаря. То есть, ученики однозначно верили в воскресение Иисуса Христа. Но в этот раз происходит что-то странное. Женщины подходят к гробу, они не видят Христа, они в недоумении, и им являются ангелы, и говорят такие слова, вот важные слова он говорит. 5-7 стих, 24 глава. И когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле, это ангел уже явился, сказали им ангелы, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому належит быть преданным в руки человеков, грешников, и быть распятым в третий день воскресным. Если мы читаем Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна и Луки, ой, Марка, то мы не раз встречаем места Писания, когда Иисус Христос говорил это. Он не раз предупреждал учеников и женщин, всех тех, кто Его окружал, о том, что Ему надлежит умереть, а затем в третий день воскреснуть. Но что же происходит? Почему женщины, почему никто не ожидал Его воскресения в третий день? Неужели они забыли эти слова Иисуса Христа? Я думаю, что, конечно же, нет. Я не думаю, что кто-то забыл слова Иисуса Христа. Почему? Помните фарисеев после того, как Христа распяли? Они приходят к Пилату и говорят, Пилат, поставь стражу у гроба, потому что этот человек когда-то сказал, что Он в третий день воскреснет. То есть они помнили эти слова? Фарисеи помнили. Плюс тот же Лука описывает Марию, мать Иисуса Христа, и там написано, что она складывала в сердце все слова Иисуса Христа. Все, что происходило с Иисусом Христом, она помнила. Но вот в этот момент почему-то женщины не вспомнили об этом. Я думаю, что ответ очень простой. Они этим словам просто не верили. Они еще не верили в эти слова. Они, может, объясняли их для себя по-другому или еще какие-то другие причины. Эти причины не описаны в Священном Писании. Но однозначно они не верили в эти слова буквально. И поэтому, когда это произошло, когда произошла смерть Иисуса Христа, когда прошло три дня, они не ожидали Его. Они или забыли, или, не знаю, они не сопоставили события, которые произошли со Христом, с Его словами. Они не соединили их вместе, и поэтому были в недоумении. Неверие их мучило. Но посмотрите, что происходит, какая реакция произошла у женщин, когда ангелы сказали им, что Иисус Христос говорил им об этом. Они сопоставили, наконец-то, эти события. И, на мой взгляд, у них в этот момент возникла вера. Почему? Потому что они разворачиваются от гроба, бегут к дому, бегут к ученикам и рассказывают ученикам о том, что они слышали и о том, что они видели. И вспомните, не вспомните, может, кто знает, это вообще героический поступок со стороны женщин. Почему? Потому что, если вспомнить положение женщин в обществе в то время, то можно именно только такой вывод сделать. Потому что положение женщин в то время было очень-очень низкое. И самая главная интересная вещь, что свидетельство женщины в суде не принималось. И вот представьте себе, она бежит к ученикам, они бегут к ученикам, они знают, что их не послушают, но они все равно говорят. Посмотрите, это подтверждают сами ученики, они прибегают к ученикам, говорят об этом, и ученики говорят, они думают, что эти слова пустые. В другом переводе говорится, это как вздор. А, вздор несете, в чем вы говорите? Бетр срывается, бежит ко гробу и видит пелены, гроб открытый, гроб пустой, никого нету, и он в недоумении, там не написано, что возникла вера. Но женщины, у них была правильная реакция на воскресение Иисуса Христа. И я уверен, я думаю, что у нас должна быть, по идее, такая же реакция на эту весе. Мы должны точно так же реагировать на это, но наша вера должна правильно действовать в этом отношении. Мы должны рассказывать о Христе всем вокруг. Мы должны об этом рассуждать. Мы должны говорить о том, что Иисус Христос воскрес. Это очень важно по двум причинам. Может быть, их больше, но две причины мне пришли в голову. Во-первых, когда мы говорим, наша вера растет. Понимаете? Когда мы думаем, вот сколько раз, я по себе это очень часто, может быть, у кого-то язык на своем месте, и он очень может хорошо выражать свои мысли. Но у меня совсем по-другому. Я думаю, иногда думаю правильно, все у меня там вроде сложено, а когда начинаю говорить, понимаю, что у меня ничего не сложено. Я ничего не могу объяснить. Мне нужно подумать и свое предложение как-то материализировать словами, как-то его сконцентрировать, как-то выбрать слова. Я думаю, что это, по сути, у всех точно так же. Чтобы наша вера росла, нам нужно говорить об этой вере. Нужно концентрировать свои мысли. Нужно делать так, чтобы это произносилось, чтобы наши мысли материализировались, ну, это если вообще можно так сказать. То есть, чтобы наши мысли звучали и к нам самим. Тогда наша вера растет. Плюс это важно, потому что тот, кто слышит, у него вера возрастает. Помните, да, в послании к кремлинам очень ясно по этому написано, что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. То есть, я думаю, что, я уверен, что и нам точно так же, как и этим женщинам, нужно поступать. Иисус Христос говорил об этом. Его слова ценные, Его слова верны и точны. И воскресение Иисуса Христа утверждает это, убеждает нас в том, что все, что Иисус Христос сказал, это правда. И нам нужно об этом говорить. Это истина. Но на этом Лука не заканчивает. Он дальше продолжает в этом главе доказывать, подтверждать, утверждать веру Феофила и нашу. И следующим пунктом он как бы говорит, Христос воскрес из мертвых, потому что об этом написано в Писании. Помните, да? Дальше мы встречаем двух учеников, которые идут из Иерусалима в Имаус. И они там написано, они рассуждают о всех тех событиях, которые до этого произошли. То есть они рассуждают о смерти Иисуса Христа, о Его страданиях, мучениях на кресте. Затем они рассуждают о странном свидетельстве женщин, о Петре, который там был во гробе. Они рассуждают об этом и недоумевают. И тут к ним подходит Иисус Христос и спрашивают, о чем вы, идя дорогою, рассуждая. И они делятся с ними об этом. И надо сказать, снова признать, что даже после этого свидетельства женщин у них не было веры в то, что произошло. Посмотрите, в 21 стихе об этом ясно написано. И мы надеялись было, а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. У них не было веры. Они все еще сомневались в том, что Иисус Христос сказал. Они слышали слова женщин, которые передали наверняка слова ангела о том, что Иисус Христос предупреждал об этом еще, когда был здесь на земле. Но все равно у них не было веры. И поэтому Иисус Христос не остался в стороне, Он стал им объяснять. И посмотрите, что в 25-26 стихе, то есть здесь подтверждается мысль об этом. Тогда Он сказал им, о несмысленные мы длительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Иисус Христос говорит этим ученикам, доказывает из Священного Писания, что все то, что произошло с Иисусом Христом, было уже предречено заранее. И во Христе все это исполнилось. То есть в Священном Писании говорится о том, что должен прийти Мессия. И Он пришел. В Священном Писании написаны все эти жертвоприношения. В Священном Писании написано, что Мессия должен пострадать и умереть. И это произошло с Иисусом Христом. И также в Священном Писании говорит о воскресении этого Мессии. В Псалме написано, что ты не оставишь души в моей ваде. И это самое, самое невероятное, но происходит с Иисусом Христом. И те пророчества, которые еще не исполнились, они обязательно будут исполнены. Они будут исполнены когда-нибудь, потому что то, что произошло с Иисусом Христом, подтверждает не только слова Иисуса Христа, но и подтверждает все остальное Священное Писание, что оно истинно, что оно правдиво и что оно обязательно сбудется. Посмотрите на реакцию учеников. Это просто удивительно. Они даже сами этого не осознавали. В 32 стихе написано, когда Иисус Христос открылся им в преломлении и говорит, и они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание. У них горело сердце в тот момент, когда Он изъяснял им Священное Писание, что они говорят о Нем. Наверное, я вот думал, пытался подобрать слова, вот это вот горение сердца, честно сказать, лучше я ничего не нашел. Наверное, и невозможно найти лучше слов, чем вот это, когда горит сердце, когда ты исследуешь Священное Писание. И, наверное, понять этих учеников могут только те люди, которые сами испытывали это. Утвердить нашу веру, веру Феофила, веру учеников Иисуса Христа. Ученики приходят обратно в Иерусалим, приходят к апостолам и рассказывают все, что они видели, все, что они слышали. Они все это рассказывают, и опять мы замечаем удивительную вещь. А, нет. Они рассказывают об этом ученикам, и им является сам Иисус Христос. И удивительная вещь происходит. Там написано, что они не поверили своим глазам. Не поверили своим глазам. Сам Иисус Христос перед ними встал, и они не поверили, что они видят самого Иисуса Христа. Они подумали, что это Дух. Иисус Христос, пытаясь доказать им, что это Он, говорит им такие слова, важные слова. Давайте прочитаем их с 38 по 43 стих. Но Он сказал им, что смущаетесь? Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще и не верили и дивились, Он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. То есть Лука этими словами хочет сказать, что Иисус Христос воскрес из мертвых, потому что на Его теле видно были раны Его, и Он ел. Иисус Христос этим самым хочет показать, что Он не Дух, что Он не привидение, что это Он, тот самый Иисус Христос, который рожден был от Марии, который три года провел с учениками, который учил их каждый день на ногах, скажем так, путешествия по всей Иудее. Он, это тот самый Иисус Христос, который воскрешал людей, который исцелял людей, который постоянно творил добро. Это тот самый Иисус Христос, который потом был распят. И Его можно было не только видеть, но и даже пощупать. Ибо Дух плоти костей не имеет. Можно было пощупать Его раны, можно было пощупать Его, то, что с Ним произошло, эти отметины на Его теле. Более того, Он был не Дух, потому что Он взял пищу и ел. Это очень важно для нашей веры, потому что это доказывает, что мы тоже вместе с Ним воскресим в таком же теле. Это тело было другое, не такое, как у нас сейчас, но в теле. Мы все воскреснем, мы все будем с Богом воскрешенным в новом теле, лишенных страданий, лишенных мучений, греха. Поэтому давайте вместе с учениками попытаемся пережить то, что они пережили. Посмотрите, какая у них реакция была. Здесь написано, что они возрадовались. Тут интересно, конечно же, написано, когда же они от радости еще не верили и дивились. Я когда думал об этом, я все-таки думаю, что в этот момент у них уже не было той самой страшной веры, такой депрессионной, отталкивающей, ненавидящей, такой гнетущей, уже не было этой веры. Они в этот момент радовались, то есть они уже поверили, получили веру. И я думаю, что каждый из вас в какой-то мере это испытывал уже. Вспомните, ну, к примеру, ситуация, человек ищет работу, долго ищет, месяц, два, три, никак ничего не находит, ничего не попадается, и вот он уже в разочаровании, и проходит аппоитменты, там, аппликации подает на различные предприятия, и тут ему звонится на его предприятие, и говорят, в понедельник уходишь на работу. Он стоит. Реально? Реально? Ему надо выходить на работу, но он радуется и говорит, не могу поверить, что они мне позвонили. Я так часто говорил, я не могу конкретные ситуации привести, но я не раз слышал это от себя, я не раз слышал это от вас. Я не могу поверить, что это произошло. Вот ученики, они явно видели Иисуса Христа, они уже поверили в Него, и от радости, они не понимали, как это может быть, у них все еще не сложилось все в голове. Воскресение Иисуса Христа приносит истинную радость, потому что оно дает истинную надежду, которую никто не может дать. Поэтому давайте вместе с женщинами делиться воскресением Иисуса Христа, вместе с учениками этими двумя, исследовать священное Писание для того, чтобы сердце наше горело. И будем жить жизнью, полной надежды на последний день воскресения нашего вместе с Иисусом Христом. Аминь. Давайте молиться. Никогда, никогда, никогда не забудется подвиг Спасителя, будут праздновать люди всегда воскресением Иисуса Христа. Победите я! Все, чем люди добьются теперь, умолиться, утратить значение, но великими будут поверить сердце своего воскресенья. О, и сказок, и воскресенье! 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 Иисус Христом 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 Христомхристом Христом 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 Христ В этот день мы встречаем горжественно. Он и смертный воскрес, Он и смертный воскрес, Аллилуйя, в лесу мы поем, мы поем. Жестью в лесу поправ, Нам лучше здорово, Мы от радости этой в полу поднесем. Мы от радости этой в полу поднесем. Мы от радости этой в полу поднесем. Он и смертный воскрес, Он и смертный воскрес, Нам лучше здорово, Мы от радости этой в полу поднесем. 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 Тоже хотим прославить нашего Бога. Я в полу поднесем. Мы от радости этой в полу поднесем. Мы от радости этой в полу поднесем. Ты наш Господь, Ты наш Господь, Ты наш Господь, Ты наш Господь, Воздаёт тебе в полу поднесем. Тоже хотим прославить нашего Бога. Мы от радости этой в полу поднесем. Тыся бы в полу поднесем. Мы от радости этой в полу поднесем. Да, летитgewем ты все творение в том, Задости и все готов. Жжем вместе от Доге к двери этогоmondа. BARBOKA问 мне наткован. Ты наш Господь, Где ты наш Господь? Славы? Славы я, не шibile cargo с мальчиком, А graciously, Сказ Major Пал denominаем ¡Иbra! От престола Твоего течет поток живой воды. Для народа всей земли сияет свет Твоей любви. Своим присутствием покрой всю землю, Пусть не пройдется жизнь людей, И все народы преклонят коллеги И воспоют полу Тебе. Небеса Тебе поют, святы, святы, Вся земля Тебе поют, достоин Ты. Все Творение воздаем Тебе в полу Господь, Благослови наш Бог Творец Его. Небеса Тебе поют, святы, святы, Вся земля Тебе поют, достоин Ты. Все Творение воздаем Тебе в полу Господь, Благослови наш Бог Творец Его. Небеса Тебе поют, святы, святы, Вся земля Тебе поют, достоин Ты. Все Творение воздаем Тебе в полу Господь, Благослови наш Бог Творец Его. Тихо, ночь, кругом темно, Спят все люди, спят давно, В сад оливковый идет Иисус, А с ним народ, да не так уж их много, За Иисусом по дорогу в сад идут молиться Богу Или отдохнуть немного. День был трудный, ночь настала, И усталость вдруг напала, Иисус просил, Молитесь и с врагом души боритесь, Бодрствуйте со мной, друзья, Поддержите же меня. Нет, не справились они, Крепко спят ученики, А Иисус изнемогает и в молитве умоляет, Не оставь меня, Отец, Дивный любящий Творец, Отведи ты чашу эту, Я всему поведал свету, Как ты благ, велик, чудный, Не оставь меня, Бог мудрый, Чаша эта тяжела, Не по силам не она, Не могу ее нести, Чашу эту отведи. Плакал Иисус, страдал, И в молитве изнывал, Бог же ангела послал, Чтоб Иисуса подкреплял. Да, Отец, Твоя пусть воля будет, Не прошу я боли, Если жертва быть должна, Жертва будет в жизнь моя. Молится Иисус один, Как страдает Божий Сын, Он оставлен и забыт, И душа его скорбит, А потом при всем смирении Принял Он за нас мучения, Издевательства, толчки, Истязания, плевки, Он один был, Никого, кто сопровождал Его, Рядом не было, Когда Иисус за нас страдал. Все ученики сбежали, На судилище молчали, Скольким людям Он помог, Как все верили, Что Бог наконец послал Мессию, А теперь вот Он, Без силы, Где величие, Где почет, Иисус свой крест несет. Вот Голгофа, И толпа буйствует, Ослеплена жаждой крови, На кресте Иисус за всех людей Наказание понес, Распит наш Господь Христос. Кровь течет, Из ран Христа ручом, На голове венец твердовый, Ребро пробито, Грешника копьем, В глазах печаль, Страда небесна, Как тяжела Вина людская, Как грех тяжелый, Ядовит. Но Иисус любил, Сам умирая, Его душа страдает и болит. Он умирал за грех столетий, Взяв на себя людей вину, Взяв на себя вину людских проклятий, И умер, Пролив не одну слезу, Как тяжела Вина людская, Как грех тяжелый, И ядовит. Но Иисус любил, Сам умирая, Его душа страдает и болит. Кровь течет. Умер он, Висит на древе, Кто-то не желал поверить, Что мессия не поднимет бунт, Царский трон не примет, Славу не вернет народу. Видно, был он не от Бога, Больше никому не от дела. Погребли в пещере тело, А апостолы, кто где, Боятся вспомнить о Христе. А потом свершилось чудо, В третий день, Лишь только утро светом озарило землю, Все узнали, Что воскрес Он, Жив Христос, Воскрес из мертвых, Как обещано пророкам, И отныне смерть невластна Над людьми и не опасна. Совершилось, Кровь святая греха мыла, Двери рая для людей отворены, Лишь за Господом иди, Возводи взор к небесам, В славе там Спаситель сам Лишь с тобой ожидает. И теперь весь мир знает, Что грех и смерть попрал Христос. Он спасение принес людям всех Из разных мест торжествуй. Христос воскрес! О, боже! Песня! Субтитры подогнали Симон. 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 Христос воскрес.